Здравствуйте, уважаемые северодвинцы! Сегодня у нас проходит третья часть политических дебатов. В студии присутствуют мои коллеги из партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Приглашали коллег политических оппонентов из других партий, но, к сожалению, как и предыдущие два раза, сегодня никто не пришел. Я представлю коллег. Юрий Козлов, Александр Насонов, Алексей Климов, Алексей Чередников, Ирина Копылова, Олег Лобачев. Давайте сегодня, наверное, может быть, начнем с такой животрепещущей, прям актуальной, свежей темы, как это явление я бы назвал такой политический листопад. Буквально на прошлой неделе стало известно, что кандидаты на пост главы Северодвинска, начиная с Игоря Васильевича Скубенко, снились с дистанции, так сказать, и не пришли на голосование комиссии по выбору кандидатур на главу Северодвинска. Сегодня стало известно, что снялся с дистанции один из кандидатов-депутатов от партии КПРФ Роман Машенькин. Вот хотел бы я спросить, что вы думаете о таком политическом листопаде? Может быть, Юрий, с вас начнем? Как всегда с меня начинаете. Ну, на самом деле, я думаю, это хорошо продуманный шаг, который был заранее срежиссирован. Делается это только для того, чтобы поднять рейтинг нашей партии-лидера Единой России. И вот, что будет дальше, ну, наверное, покажет время. Я думаю, в ходе диалога сегодняшнего мы это все обсудим. И, наверное, в конце, на основании высказывания моих коллег, мы подведем какое-то общее резюме. Вот, поэтому, думаю, начнем высказывать свои мнения и дальше посмотрим. Коллеги, кто еще выскажется? Ну, я в первую очередь хочу сказать, что это подтверждает, что данные выборы идут не совсем стандартно. Они интересны сами по себе, они необычны. Вообще, у нас давно такого не было. Я думаю, что очень важно, чтобы северодвинцы, избиратели разобрались в этом и поступили правильно. То есть, есть шанс изменить ситуацию в городе к лучшему. Скажите, а вот есть ощущения, конечно, сложно сейчас сделать какие-то выводы, предположения, но все-таки есть ощущения, в чью сторону клонится маятник? В сторону какой политической силы, которая будет представлена в дальнейшем в городском совете депутатов? Маятник, он давно перевесился в одну сторону. Мы же сейчас видим парламентское большинство, оно присутствует у нас в Государственной Думе Российской Федерации, в подавляющем числе субъектов Российской Федерации и в муниципалитетах. Поэтому говорить, куда сейчас перевесит маятник, ну, наверное, глупо. Маятник останется пока на той стороне, но для этого мы и собрали команду сильных, чтобы этот маятник хотя бы сдвинуть ближе к серединке. Не для того, чтобы реализовывать свои политические амбиции, а для того, чтобы на самом деле, как мы говорили уже до этого, работать на благо наших жителей, наших округов. То есть маятник, все понимают, что пока останется на той стороне. Может быть, это и неплохо на самом деле, но нужно, чтобы политические партии все, хотя бы парламентские, присутствовали в муниципальных советах депутатов. А есть ощущение нервозности партии власти? Как Вы считаете? Мне кажется, есть, и даже чувствуется. Ну, во-первых, это и то, что мы наблюдали 31 августа, когда началось досрочное голосование, когда привозили вдруг так это организованно представителей и бюджетной сферы, жилищников. Затем даже то, что вот сейчас сняли свои кандидаты на пост главы, это тоже своего рода какая-то, мне кажется, истерия своего рода. И какие-то продуманные шаги тайные, о которых мы можем только догадываться. Но, скорее всего, это говорит о том, что власть ищет какие-то пути как-то поднять свой рейтинг, потому что, видимо, у них по своим каким-то данным каналам какая-то картина, может, для них не очень радужная, я так думаю. Но, опять же, вернусь к первому вопросу, настроение людей. Вот как раз маятник давно уже отклонился как раз в другую сторону. Очень многое среди людей недовольство положением, то, как вообще происходит диалог власти с народом. Поэтому, конечно же, недовольных много. И не зря власти опасаются, что может как раз на выборах быть какой-то для них и сюрприз. Ну, поэтому весь административный ресурс сейчас очень так это накален, навострен как бы на победу, чтобы это не стало сохранением большинства Единой России в городском совете депутатов. Ну, и я также считаю, согласно Сюрием Юрьевичем, что в городском совете все-таки должны быть представители разных партий, и подавляющего большинства одной партии быть не должно. Вот это мое мнение. Хотел бы добавить. Должно быть для того, есть русская поговорка, в споре рождается истина. А представители одной партии, они не спорят. Поэтому, если будут представлены все парламентские партии в совете, то будет какой-то спор и будет рождена истина. Это железная поговорка, и она должна реализовываться. Ну, вот чтобы как раз родилась истина, я считаю, что все-таки кандидаты должны быть депутаты, вернее, представлять горсовет. Это те люди, которые искренне радеют за город, за жизнь людей в этом городе, а не те депутаты, которые как раз занимают какое-то кресло начальника. Вот я считаю, что это категорически нельзя допускать депутаты, кандидатов, которые занимают какую-то должность. Особенности муниципальные. А у нас, посмотрите, кто не кандидат, то там директор бани, заведующая поликлиникой, то директор парка, то там еще какого-то предприятия. Начальник кладбища. Да, начальник кладбища. То есть весь набор. Эти люди никогда не будут за народ. Никогда они не проколосуют так, не услышат своих избирателей, никогда не проколосуют так, как они их попросили. Потому что они будут дорожить своим креслом. Профессиональный интерес что-то скрыть. Так что я был законодательно, на законодательном уровне это обязательно бы тоже внесла, чтобы ни в коем случае никаких начальников в городском совете депутатов быть не должно. Скоро это не запрет. Здесь еще всплывает в беседах с избирателями, что многие уже говорят, что как так, 4 года без дела, а последние полгода буквально перед выборами за дело, что мешало раньше делом-то заниматься. И вот как бы эта вспышка, она тоже вызывает у людей закономерную, я бы сказал, не агрессию, а задачность такую, нежелание поддерживать это. Но надеемся, что все родственницы будут достаточно зрелыми, чтобы оценить эту ситуацию. Ну и касаясь вот этой фразы, да, насчет нервозности, тоже не понимаю логики. Вообще в свет депутатов идут именно работать, а не какие-то там закулисные игры либо войны устраивать. Зачем бояться того, кто завтра может тебе помочь? Не надо бояться, мы как раз именно коллеги, о чем Игорь Юрьевич у нас и говорил в первом заседании, да, о том, что идем работать именно на благо города и совместно уже решать вопросы. Коллеги, и тогда вопрос в тему. Вы сталкивались вот за время ведения избирательной кампании, с тем, что, скажем так, пользуются вашей повесткой, ваши политические оппоненты? Я что заметила? Когда я сейчас, ну, как бы более активно веду свою страницу ВКонтакте, чтобы люди могли зайти, поинтересоваться, посмотреть, почувствовать, что за человек, чем он дышит, как говорится, да. И вот я же интересуюсь жизнью своего округа, хожу и общаюсь с людьми, спрашиваю, что вот волнует их, что так или не так происходит. И вот когда выкладываю фотографии, допустим, того же заросшего участка на детской площадке, где невозможно просто детям играть и небезопасно, так как плещи были, да, вот мне люди жаловались. Или, например, выкладывал участок дороги, где также люди говорили, что, ну, невозможно ездить, это у нас проспект Победы, где перерыта была дорога и долго не ремонтировалась. И вот когда я это все выкладывала, и прямо каким-то волшебным образом буквально реакция быстро происходила, то есть начинали скашивать траву на детской площадке, либо начали ремонт дороги, вот сегодня она уже, этот участок заасфальтирован, уж не знаю, по моей ли это заслуги, так как я описала в ГИБДД, либо все-таки следят за моей страницей оппоненты и тоже дают команду, в общем, чья тут заслуга, не знаю. Стали лучше работать. Да, лучше стали работать, кстати, да. Так что вот, наверное, какой-то перехват может быть инициатива. Я на себе ощутил обратную реакцию, то есть когда поднимал вопрос о том, что детские площадки в дворах небезопасны и даже произошел прецедент с травмированием ребенка. Соответственно, отзывов не от кого, не от управляющей организации нашей, в которой я, кстати, и работаю, не от депутата, которая там сейчас действующей, не последовала. Ну, поэтому решил проявить инициативу, не слабо ради, а в самом деле, потому что очень хотелось как-то, чтобы больше дети не травмировались. Ну, отремонтировал, показал пример, что случилось дальше. Соответственно, я обозначил, что на этой же площадке еще дополнительно вот как бы требуется отремонтировать там песочницу, качель, там металлоконструкции некоторые ликвидировать, потому что они травмобезопасны. Ну, вместо этого пришли какие-то люди, на мои вопросы представляться отказались, они просто эту качель спилили. Вот, как-то все наоборот. То, что я очень много везде высказываюсь о том, что нам нужны придомовые парковки и все прочее, и можно было бы даже вот на той теме, которую я сейчас развиваю возле моего дома, тому кандидату в депутаты, который продвигается, просто себе сделать огромный рейтинг и уже гарантированно просто наш дом в 280 квартир, половина дома, пришли бы за него проголосовали. При том, что есть готовое решение, его наоборот почему-то отвергают категорически. Ну, и с другой партии. Ну, как-то вот все непонятно. Я уж там не пытаюсь все лавры какие-то на этом заработать, тем более это не мой округ, где я проживаю. Как-то очень странно по работе себя ведут. Алексей, я бы хотел вот здесь как раз еще дополнить, что именно в этом шестом проблемном, я бы его назвал, депутатском созыве было много депутатов, которые вот не запомнились, ничего не делали, они только числились. Вот как-то вот раз это бросилось в глаза. Можно перечислять там не одну фамилию. И даже на сессии не ходили. И они не ходили на сессии, да, или сидели на сессии так, словно это был бар какой-то, есть у нас отдельный персонал, и развалившись сидели, как бы плевали в потолок. В общем, как-то все было нелепо. И это на протяжении всего времени. Вот это как бы очень задевало, это очень серьезно, это даже культура поведения депутатов была на очень низком уровне. Алексей Иванович, парадоксально, но вот за время предвыборной кампании, ну, встречаясь со множеством людей, своих знакомых, спрашиваю, какой у вас округ? Не знаю. Многие не знают. Спрашиваю, кто у вас депутат действующий? Не знаю. Вот, то есть, это говорит о том, что депутаты, некоторые, не все, просто в свои круга, от выборов до выборов даже не заходят. То есть, люди их не знают, что делает депутат, не знают. Вот, есть фамилии депутатов, которые на слуху, которые реально работают в своих округах, делают для своих жителей, для своих избирателей очень многое. Поведение некоторых, как вы сказали в Совете, даже при прохождении сессий, тоже, как говорится, не вписывается в мое понимание культурного поведения. Вот, ну, что делать? На это есть председатель Совета депутатов, который, есть комиссия по этике, которая должна, наверное, делать замечания. Вот, ну, я ни разу не видел в эфире, чтобы кому-то из депутатов, действующих председателей, сделать замечания. Ну, наверное, не считать нужно. Я еще добавлю, вот у нас активисты, движение «Чистый Север-29» проявили такую инициативу и стояли возле ЦУМа и как раз вот опрашивали людей, знают ли они своих депутатов. Так вот, они были просто, ну, как бы, удивлены, что почти, ну, большой процент депутатов своих вообще ни разу не слышали этих фамилий. Как раз они называли, спрашивали, в каком округе вы проживаете, называли фамилию депутата, и они говорили, первый раз слышен. То же самое. То же самое. Очень много людей вот так вот действительно не знают своих депутатов. Я тоже хотел добавить, что меня сподвигло, значит, по 25-му округу выставить свою кандидатуру, потому что, ну, вот, во все... Я располагаю достоверной информацией о том, что Александр Заборский за 5 лет был 6-7 раз на сессии. Ну, что-то такое. И, в принципе, у нас, конечно, была идея, как возможно, причем законодательство это предусматривает, можно было бы организовать отзыв его. Но меня, скажем так, мои коллеги, те, кто живет в парте река, и те, не родную душу, люди скажут, что Александр Заборский, ну, не будем мы это делать, значит, собирать подписи об отзыве депутата, хотя такая-то норма, она в уставе Северлинской прописана. И вот я, Алексей Иванович, меня снял фразу с... Значит, действительно, вот есть такие личности, которые, ну, либо не хотели, либо в силу каких-то других причин, просто не хотели исполнять свои обязанности народного депутата или депутата по округу. Либо через буквально месяц, получив депутатский мандат, говорили, а почему я еще не директор драматического театра Северлинского? Притом, это даже в администрации Севмаша там был смех, но человек... Ну, прекрасно понимает, что он смел с этим. И он смел. Алексей Иванович, мы в начале разговора, как раз сказала Елена Станиславовна, что по поводу зависимости действующих депутатов от своих работодателей. Вот она, прямая зависимость. Прямая зависимость. Практически 70% действующего состава это зависимые люди. Поэтому, может быть, конечно, такую норму и стоит ввести, но я думаю, в Государственной Думе не поддержат. Не поддержат? Я так называю вот таких депутатов карманными. Ну, или торгуместен. Не, ну, это называют многие так. Вот, карманный депутат, карманный начальник. Поэтому... И, к сожалению, назначают на такие должности, как называемые, хлебные, людей без опыта. Ну, бывает, что при вообще отсутствии каких-то профессиональных качеств, необходимых для руководителя. Это правда, это мы все знаем. Да, Владимир, это сплошь и рядом. Ну, и в тему, что Алексей сказал, вот тоже хотел бы отразить, какой момент я прохожу по своему округу, да, встречаю людей, и прошу быстро назвать депутаты из нынешнего созыва, кто бы им запомнился. Сказать, какие фамилии прозвучали? Это интересно. Ну, мы знаем. Да мы знаем. Знаете? Я не знаю, скажите. Нам люди тоже говорили. Давайте проверим. Серба, Гришин, Милёхин. Морозова. Морозова. Я говорю про свою округу. Когда я ходил, у меня получали такие фамилии. А, по-своему. Да. Да, сложно не согласиться. Я тоже соглашусь. Я тоже спрашивал у своих друзей, знакомых, там, с людьми, с которыми он встречался, фамилии. Практически эти же фамилии звучали. Серба, Морозова, Гришин. Вот. Это три фамилии, которые звучат постоянно из уст наших избирателей. Вот то-то и печально, что из 25 депутатов действующего состава называют фамилии трех-четырех работающих. Ну, к сожалению. К сожалению. Ну, наверное, как раз и то, что мы здесь собрались, это попытка исправить ситуацию. В седьмом созыве. Да. И все-таки, чтобы седьмой созыв не был таким грустным, как шестой. Грустным и печальным. Алексей хорошую тему поднял по поводу детских площадок, которых у нас, известно, в городе много полуразрушенных, заржавленных, особенно в старом городе. Наследие Советского Союза. Отсюда хотел бы я мостик плавно перебросить к той теме, которую мы начали обсуждать на прошлых дебатах. Такая тема большая, многослойная. Это комфортная городская среда, благоустройство, застройка города. Вот, и в связи с этим у меня вот прям такой животрепещущий вопрос. Вот, коллегу, все мы прекрасно помним, что 10 лет назад обрушился дом Ленина 5, и Ленина 3 тоже перекошенный стоит. Вот, ситуация была понятная. Вовремя успели, слава богу, людей вывезти оттуда. Дома были законсервированы, и, конечно, процесс этот длился очень долго, это понятно, там надо было выкупать и все такое, ну, нюансы разные. Но удивляет другое. Почему-то в аккурат перед выборами опять резко встала эта тема, что вот-вот-вот мы вот эту тему сдвинем с мертвой точки. Вот буквально вот перед выборами. Владимир, сам удивлен, потому что решение по этим домам было принято еще в 2018 году. Еще при управлении Кирилловым, Антон Михайловичем, тогда было принято решение о том, что мы сохраняем полностью облик, был уже дизайн разработан, была разработана схема, да, каким образом мы передадим застройку эти дома. Вопрос там касался маленьких там передовой территории, да, немножко перерастите, но полностью сохранялся весь облик и зеркальное отражение соседнего дома по Ленина. Вот. И почему-то после этого идет полная пробуксовка. То, что там проблема была с выкупом квартир, ну, честно говоря, это... Олег Николаевич, квартиру выкупили еще в 2019 году. То, что там судились, это ради бога. Да, отдельно, эти органичные случаи там были. Вопрос был также в защитном сооружении, которое должны были передать из федеральной собственности муниципально, вот. Он тоже был решен еще в 2018 году. В 2018 году все было. Бомбоубежище, да, у Медии? Бомбоубежище. Вот. Оно находилось в федеральной собственности. Поэтому вопрос про буксовки для меня лично вообще не понятен. Олег Николаевич, который непосредственно отвечал в то время за городское хозяйство, почему еще почти 4 года ничего не делалось, а вдруг перед выборами вопрос решился. Могу еще один пример привести. Недавно распиарили обращение здесь в квартале пешеходного перехода через дорожные пути под Виадуком, когда я работал еще в администрации, этот вопрос поднимался раз 6. Вот. Его невозможно было решить, потому что, чтобы сделать переход, необходимо установить автоматические устройства и так далее. Мы получали ответы. Олег Николаевич, по-моему, в той адрес приходили данные ответы. Автоматические шлагбаумы, сигнализации, целая проблема. Этот вопрос отодвигался, отодвигался. Потом было совещание на уровне, по-моему, тоже Олега Николаевича. Который министерство? Северной железной дороги, да. Вот. Этот вопрос был решен. И он был решен. Либо в 19-м, либо в 20-м году. Но он не решался. И опять наступают выборы. Опять обращается какой-то гражданин. И вопрос решается мгновенно. И уже запланированы деньги. Там полмиллиарда рублей. Ну, мы сейчас ждем, когда мосты через Кудню появятся. Да, да, да. Тоже вопрос. Вот. Поэтому чудным образом выборы в Северной депутатов влияют на вопросы, которые не решались годами. Не назову десятилетиями, но годами не решались. Поэтому я призываю всех граждан в срочном порядке обращаться в администрацию с вопросами, которые не решаются многие годы. Да, Юрий, как вот стало известно, буквально сегодня внесена поправка, глава города внес поправку. Именно по этому переходу, что вы упомянули, 3,5 миллиона на разработку проектно-смятной документации. Это сколько же тогда будет стоить сам переход, если на ПСД 3,5? Так вот я боюсь уже представить, куда мы уходим с такими проектами. То ли у нас там космические корабли будут взлетать с этой пешеходной переходой. Но на самом деле он в одном уровне. Тоже известно, это обычный переход с резиновым покрытием, двумя сигнализаторами и двумя светофорами. Может быть для переезда КАМАЗов с гранатовым песком. Наверное. Да, слава богу, очень близко. Проект закажет Илону Маску, не меньше, за такие-то деньги. А я вот еще хотела бы продолжение темы. Вот то, что годами у нас не решаются одни и те же проблемы, но они каждый раз муссируются и всплывают перед каждыми новыми выборами, это борьба с наливайками. Я знаю, что каждый раз всплывает тема, что нужно сокращать эти наливайки, какие-то там алкашопы и так далее. Но мы видим, что из года в год их количество только возрастает наоборот. Ну и потом мы видим, допустим, на досрочном голосовании неких персонажей, которые видно, что люди с низкой социальной ответственностью приходят и голосуют толпой за определенного клиента. Это постоянные посетители. Даже пришлось побеседовать тут с одним и сказали, вот попросили тут вот меня прийти и проголосовать. Мы втроем, говорит, пришли и проголосовали. Я думаю, ну тогда, наверное, одной партии очень даже наоборот важно, чтобы алкашопов становилось все больше и больше. И вот таких вот голосующих за них было тоже больше. Кстати, недавно в интернете я видел подборку по поводу борьбы с наливайками, которая длится с 2015 года. И всплывает ровно, публикации были опубликованы. И что интересно, вот я тоже прочитала такую заметку, да, что, по-моему, в 2016 году речь шла о наливайках возле 29-й школы, и что тогда там директор школы возмущалась, и представители определенной партии обещали положить этому конец. И в 2022 году перед выборами снова звучит 29-я школа, и рядом наливайка. И вот действующий депутат возмущается. Так почему этот действующий депутат не вот эти пять лет, которые он сидел в Гурсовете, не смог закрыть этот наливайк, чтобы снова пробиарить себя перед следующими выборами? Ну, наверное. Ирина, как раз в тему, сегодня буквально звонила женщина возмущенная, жаловалась, что вот, я не помню номер дома Арджоникидзе, который стоит торцом, там помещение, раньше там располагался Московский индустриальный банк, напротив 21-й школы буквально, завозят оборудование, она проходила мимо, будет одна из известных... Да-да-да, новая. Вот, вот и пожалуйста. Борьба продолжается. Видите, как получается, у нас главное прокричать громко, да, помпезно, что вот мы боремся, а в реальной этой жизни люди видят все наоборот, с точностью до наоборот, что наоборот открывают тут, там, вот на ЖД, кстати, на железнодорожной улице, новостройка, она еще вовремя не заселена, дом только построился, но уже три наливайки в одном доме. Ну, ты пожалуйста. Я еще по туризму хочу сказать, очень важный момент, потому что туризмом занимаюсь плотно, более того, преподаю, учу экскурсоводов, являюсь методистом. Периодически раз в полгода архангельские экскурсоводы говорят, слушайте, подскажите, как в Северодвинске изменить экскурсии, там очень много стало точной застройки, проблема, вот Ленина 3,5, не хочется обрушенные дома показывать. И действительно, говорю всегда, предупреждаю всех экскурсоводов, гидов, кто едет в Северодвинск на обзорные экскурсии, даже до Куртяева, но останавливается в Северодвинске, сразу говорю, главная проблема, я не говорю, не знаю, что с этим сделать, космические корабли бороздят просторы Вселенной, но туалетов в Северодвинске как не было, так и нет. Это серьезнейшая проблема, то есть приходится рассказывать, с кем можно договориться, с каким кафе. Вообще я не понимаю, что надо сделать, чтобы в Северодвинске были нормальные туалеты. На яграх это вообще катастрофа просто. Перед выборами как раз тема туалетов же опять всплывает. Да, да, и перед выборами, но бил туалет, сразу скажу, это не спасение от серьезных проблем, должны быть нормальные туалеты, как в Архангельске, на набережной, и все. И это, конечно, удручает, потому что те же ягра, это просто проблема номер один. Затем второе, что тут же касается, в одно время, я скажу на сколько, на 10 лет я примерно не рекомендовал проезжать по проспекту Ленина, что он имеет неприглядный вид, осыпающиеся фасады, обрушившиеся дома, а сейчас я уже с этим смирился, сказал, давайте так, проводим экскурсию, уважаемые экскурсоводы, прямо по проспекту Ленина, мы уже рассказываем, вот он, Ленин 3, Ленин 5, показатель того, что не справляются власти, ситуации не в состоянии изменить эту сторону. То есть это уже вошло к экскурсионному маршруту? То есть теперь уже мы вошли в экскурсионный маршрут, мы это ввели, и я это рассказываю, говорю, говорите, потому что это жизнь, все. И вот эти нерешаемые проблемы, они очень острые, но, опять же, хочу сказать, что эти по Архангельску профессор Мильчик, это ведущий у нас эксперт, искусствовед по Архангельской области, я считаю, он сказал, что Архангельск прошел точку невозврата ценностей городского ландшафта, то, опять же, серьезные архитекторы, они говорят, Северодвинецк, не уподобляйтесь Архангельску, берегите, у вас еще есть культурный район, ландшафт социалистического города, со временем это будет очень цениться, точная застройка, вы еще не убили свой город окончательно, и вот поэтому еще новому депутатскому корпусу обязательно надо помнить, сохранить вот такую индивидуальность Северодвинска, такого, какой он есть, Ленгипрогоровский, из советского корнями, вот это сохранить, как это просили сделать почетные граждане нас, и Лидия Ивановна Черняева, и Шемгельский Леонид Георгиевич, они на этом настаивали, поэтому вот это хочется подчеркнуть, очень важно. То есть это уже наказ мы даем самим себе? Да, по сути это вот то, что хочется сказать, что то, что болит очень, и то, что бы хотелось, чтобы угородить. Кстати, насчет наказов, вот вырвалось, сейчас вот эта вот непонятная организация за дело, в которой участвуют действующие депутаты шестого созыва, они собирают вопросы с граждан, о проблемах, там, что их беспокоят. Недавно буквально мне показали такую папку «Наказы избирателей депутатам шестого созыва». Вот все то же самое, все те же вопросы, которые были даны и записаны помощниками тогда еще кандидатов в депутаты, вот эту папочку называлось «Наказы избирателей депутатов». И вот сейчас эта папочка, она превратилась в обращение в непонятную команду за дело. Вот, я думаю, что некоторые, конечно, вопросы, как мы говорили о переходе, там, о туалетах, наверное, сейчас будут решены, но я думаю, что эта папочка перекочует в следующую пятилетку, ну, как она будет называться уже в следующий раз, не за дело, там, еще как-то, как креативные пиарщики придумают, технологи. Давайте посмотрим. Просто вновь за дело. Вновь за дело, да. Дальше передавали красное знамя, да, дымпел, а теперь бабочка. Нет, понимаете, это так смешно, если бы не было так грустно. Вот, одно и то же, для чего это делается? Ради собственного пиара? Товарищи депутаты, если вы избраны и вам дали наказы свои избиратели, да вы разорвите на себе рубашку и выполните эти наказы, либо объясните, что это не в моих полномочиях решение данного вопроса, я обращался, покажите, что вы делали. Я обращался к администрации, я вносил поправки как депутат, я просил внести изменения в бюджет, показывал, с каких доходных статей можно решить этот вопрос. Поэтому я обращаюсь и к нам с вами, и к тем, кто сейчас является кандидатами в депутаты и, возможно, станут депутатами, не игнорировать те вопросы, которые заданы жителями в период избирательной кампании к кандидатам. Не игнорировать. Нужно решать. Обязательно решать. Пытаться решать. И это можно решить только командой. Поэтому хотелось бы сказать, не как может быть подведение итогов, а как такую маленькую сделать паузу. Вопросы можно решить не одному, а только командой. Как итог, наверное, промежуточный итог нашего разговора, я взял инициативу в свои руки, Володь, как предварительный итог нашего разговора, все-таки давайте думать, прежде чем выбирать. Не сердцем выбирать, а умом. Очень хотелось бы по поводу туризма сказать. Конечно, хотелось бы видеть наш город туристически привлекательным. И вот этого сегодня очень не хватает ни жителям города, ни гостям, кто приезжает к нам. И люди об этом пишут прямо, что вот приезжают родственники. Куда сходить, куда отправить вообще родственников, посмотреть, что у нас особо, кроме Ягринского борота, особо и нечего. Я бы хотела, например, сказать, что вот те места, которые у нас сегодня попали под комфортную городскую среду, вот эту программу, которые облагораживались, они делаются, но не на том уровне, на каком хотелось бы видеть их. То есть нужно ведь за ними ухаживать. То есть город вроде как сдал эту территорию, галочку поставил. А вот дальше что с ними происходит? Такое ощущение, что на самотек все пускается, зимой не чистится, летом так же травой все зарастает, то есть клумбы там, цветы не садятся должным образом. То есть нет той привлекательности вот этих территорий для отдыха, где отдыхают люди, приходят с детьми, гости. Нет контроля. Да, нет контроля. И вот та же набережная, например, у Белого моря, на Яграх, да, где много, большое скопление людей летом, вот сейчас особенно, когда лето нас радовало, люди жаловались, что нет привлекательности это опять же, этой территории, но сделайте вы красивые клумбы. Цветы появились там только уже во второй половине лета, когда люди в сетях начали жаловаться, что а где цветы-то у нас, нет кабинок каких-то для переодевания, да, людей, те же туалеты там необходимы просто, очень много мусора, засоряется территория, и этот мусор идет прямо в море, я сама лично видела, потому что, ну опять же, нет нормальных урн с крышками, чтобы там ветром не раздувало, ведь там можно поставить какие-то не только кафешки, но еще какие-то сделать зоны для те же площадки детские, еще какие-то там для мастер-классов, пожалуйста, чтобы дать раздолье тем же малому бизнесу, да, чтобы они как-то создавали вот эту атмосферу уюта и праздника и отдыха летом, то есть на этой набережной можно ведь много чего интересного придумать. Это вопрос уже поддержки малого бизнеса. Да, и тут же, и вот тот же вот Приморский парк, да, вот сейчас сделали там вроде как красиво все, хорошо стало, привлекательно, но опять же надо эту территорию обустраивать так, чтобы она сама себя как бы содержала. Тогда нужно дать возможность там поставить какие-то кафешки или какие-то игровые площадки, ну платные, допустим, да, тот же, вот есть, например, в Казани парк Горького, там есть поющие фонтаны, платно там можно поплясать, например, в этих поющих фонтанах за символическую стоимость, то есть там везде где-то есть такие площадки, зоны, зонирование, да, тут для взрослых, тут для спортсменов, тут для детей, тут для подростков, тут для велосипедистов, и все вроде как туда, как центр притяжения, люди туда идут и идут каждый день, и там нет мусора, там все прилично, там все красиво, все там отдыхают, и деньги там крутятся, и деньги идут в бюджет, поступают, и территория за ней ухаживается, и она сама себя как будто вот, ну, окупает эта территория, вот нужно так делать благоустройство, чтобы оно, и далее не было проблематично за ней, за этой территорией ухаживать. Чтобы система работала, да. Вот над этим надо работать. Это как у нас здесь в квартале, в вашем, кстати, округе, сделали хорошее дело по благоустройству, вдоль Лебедева построили от почты, и до дома, до Лебедева 8, построили хорошую парковку, вот, ну и забыли ее, видно, передать на обслуживание, и два года эта парковка, зимой завалена снегом, сейчас на ней барханы из песка, вот, дело отлично, появились места парковочные для такого большого дома, но забыли, видно, передать на обслуживание, и забывают ее убирать, вот, то есть, хочу как бы вашу мысль продлить, то есть, мало сделать, надо еще за этим следить, вот. И чтобы был порядок, порядок диктует культуру людям, а не наоборот. Ведь когда порядок кругом, и люди видят, что все облагорожено, сделано для них с любовью, то они, у них рука не поднимется бросить там какую-то бутылку пустую или бумажку, то все равно вот именно порядок диктует культуру. Да, да, абсолютно. Коллеги, вот мы сейчас затронули тему точечной застройки города, и в связи с этим хотелось бы напомнить, что у нас действительно очень много жилья строится, и действительно очень хорошего, комфортного, но нередки случаи, когда вот просто берут и втыкают как свечку многоэтажный дом среди хрущевок или брежневок, вот, что, Олег, вы думаете по этому поводу? Я бы даже немножко прошелся чуть-чуть пошире и коснулся бы всей стройки, да? У нас в разговоре прозвучал проект Ленгий Брагора, вот честно скажу, да, изумительно хороший проект, город был спроектирован красиво, гармонично и просчитана практически хорошая перспектива, которую Свердинск мог бы спокойненько выбрать. Довольно-таки грамот у нас была предусмотрена застройка социального жилья, выбирались освобожденные площадки в старом городе и застраивались как раз именно домами, которые люди переселялись из этого же района, здесь же они и переселялись. Последние годы, вот, обратите внимание, да, я, кстати, удивился, что некоторые жители, просто жители, да, не связанные со стройкой, не связанные там с энергетикой, умудряются тоже озаботиться этой проблемкой. У нас на сегодняшний день выделены большие территории в конце города, это ближе к бульвару строителей в конце Карла Маркса и за Сити, да, то есть там планируется довольно крупная застройка многоэтажных домов с площадью свыше 100 тысяч квадратов. Город, мы как сейчас замечаем, потихонечку опустошается, да, то есть население у нас имеет какой-то отток. Востребованность жилья на данный момент есть, но все мы понимаем, что она тоже так же будет уходить. По программе переселения старую часть города в ближайшее время будут очень активно сносить, город будет там освобождаться. Что мы получаем? Большие крупные дома располагаются в дальней части города от поставщика тепловой и электрической энергии, то есть нам потребуются определенные вложения, да, для того, чтобы туда эти коммуникации подвести и в дальнейшем держать весь там тот же самый теплой режим, как бывшая энергетика уже говорила. Но при этом у нас будет уже простаивать старая часть города. Вот насколько продуманы были вот эти решения по нынешней политике застройки города в будущем. Как это отразится на тарифе тех же самых жителей, да? Ведь огромные массы ВДС ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, перебрасываемые в конец города в сторону бульвара строителя, да, это совершенно другая цена, нежели они были бы поставлены на улицу Железнодорожная. Правильно? Или даже в сторону Третьей речки. Туда же тоже была перспектива строительства. Там было продумано. В старое доброе время, да, у нас, насколько я помню, два лета объявлялся аукцион по застройке квартала за Полярной Звездой. Ни один застройщик туда почему-то не пошел. То есть посчитали район неперспективным. Площадки, которые сейчас выделяются, они на сегодняшний момент тоже ресурсами не обеспечены. Плюс туда же большие деньги вкладываются на дорожную инфраструктуру, да? Что мы получим в конце? Спрос может упасть. Догадываться только. Да. Старая часть города потихонечку рушится. Никакого дизайна города мы красивого не получим. И проезжая по Северодвинску, ну, не знаю, могу спрогнозировать, конечно, возможно, ее потом переделают на частную застройку. На ИЖС. Может быть. Но выиграет этот город или нет, неизвестно. И по перспективе проектирования, да. Вот смотрите, у нас старая часть города, ну, восточная часть, да, она была спроектирована и разработана проект планировки. То есть, в принципе, там на каждой перспективе, снащающейся дом, был посажен новый трех-четырех-пятиэтажный. То есть, запроектировано. За последние шесть лет ни квартала, ни новая часть от труда не проектируется. Почему? Мы не закладываем никакой перспективы на завтра. Это абсолютно неправильно. То есть, вы хотите сказать, что абсолютно непродуманная городостроительная политика? Да, появился интересант, да, они вышли с каким-то проектом. И тут же нынешний созыв почему-то дружно поднимает руки. Речь идет сейчас не о крупнозастройщике. Наоборот, нам интересно, чтобы в городе были крупные застройщики, потому что они, скажем так, своим авторитетом гарантируют, что жилье будет возведено и обманных дольщиков у нас не будет. Это очень хорошо. Но почему так бездарно предоставляются земли? Стратегия. Не просчитывается, да. Сколько это вообще обойдется, сколько доляжет на квадратный метр, да, себестоимость, и сколько в дальнейшем это жителю упадет на его коммунальный платеж. То есть, это сейчас режим минутное решение проблем, но не решение глобальных проблем, которые возникнут через 5, 7, 10 лет. Конечно. То есть, ну, повторюсь, это отсутствие грастритной политики в городе Северо-Ленинске. Соглашусь с вами. Вот с тем микрорайоном, который сейчас застраивается в самом конце Карла Маркса. 65-й квартал. Да. Там будут огромные проблемы, потому что вот те дома, которые вот как раз идут конец Карла Маркса, булевар строителей, конец Ломоносова, там извечная проблема того, что не хватает перепада теплоносителя, да. Ну, а чем мы говорим сейчас? Да, да, да. И дело в том, что вот этот квартал сейчас запроектировали, я посмотрел схему этого проекта, а понижающей станции там не предусмотрено. О ней никто не подумал. Вы знаете, по 85-му кварталу вообще очень большой вопрос. Когда передавали, мне почему-то как инвестпроект, мне что-то казалось, что инвестор помимо строительства домов, социальных объектов должен построить еще и дороги. Но буквально на днях появилась публикация в прессе, где сказано, что администрация будет проводить аукцион на сумму 580, по-моему, миллионов рублей на строительство дороги Крымской, вот, и чтобы замкнуть северо-западную с бульваром строителей, чтобы застройщику, инвестору обеспечить дорожную инфраструктуру. Парадокс. Да, нелогично. Парадокс. Тратится полмиллиарда рублей бюджетных денег, чтобы построить дорогу сейчас, в тот квартал, который будет строиться еще в течение 7 лет, по-моему, да, Олег Николаевич? По-моему, да, 7 лет. И это еще раз говорит о том, что это непродуманная городостроительная политика, но здесь к ней еще примыкает бюджетная политика, непродуманная. Тратить деньги сейчас на то, что в перспективе будет работать через 5-7 лет. Юрий, это тратить деньги, а еще наш бюджет не получает от продажи земельных участков в старой части города. Конечно. Вот я недавно услышал, что 2 земельных участка под дома ушли с одним шагом по аукциону. То есть за 1,4 млн получено участок для строительства многоэтажного дома. Пятиэтажного? Трехэтажного. Трехэтажного. Господа, мы продавали земельные участки по 20-23 млн за один дом. Это деньги, которые идут в бюджет. Сейчас мы разрушили эту систему. Можно посчитать потери. От каждого участка порядка 17-18 млн рублей бюджет просто теряет. А деньги могли бы пойти на социальные нужды? Конечно. Коллеги, мы заканчиваем наши сегодняшние политические дебаты. Спасибо вам за плодотворное, интересное, профессиональное общение. А я напоминаю северодвинцам, что уже в это воскресенье, 11 сентября, состоятся выборы депутатов городского совета депутатов Северодвинска. Я призываю всех обязательно прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос за достойного кандидата. Все зависит от вас.